Здравствуйте! В эфире новости. Студия Хайрата Идашев. Коротко о главном. В Карагандинской области участили случаи кражи скота. Сколько всего в Департаменте внутренних дел зарегистрировано фактов и почему воры до сих пор на свободе. Почему население недовольно работая полицейских, вы узнаете из следующего сюжета. В Карагандинской области полным ходом идет сбор урожая. Начинающим предпринимателям объяснили, как начать бизнес. В Караганде состоялся семинар по разъяснению порядка получения мер государственной поддержки. В Карагандинской области участились случаи кражи скота. Если раньше преступники угоняли животных с пазбиш, сейчас они воруют его прямо из сараев. Владельцы недовольны работой полицейских. С их слов участковый бездействует. Однако сотрудники правоохранительных органов во всем винят самих граждан. Воровство скота началось в ближайших с Карагандой поселках в середине лета. Животных крадут прямо из сараев и загонов, находящихся близ жилых домов. Со слов пострадавших, скот просто исчезает бесследно, а правоохранительные органы бездействуют. Семья Кульмагомбетовых из села Курлы с Бухаржиралского района буквально за одну ночь лишилась более 10 голов крупного рогатого скота. Животных украли прямо из загона, около дома. Для главы семейства Максата эта кража стала шокирующей, ведь скотину они растили не один год. Рассчитывали на нее, как на растущий депозит, берегли для обучения детей. Мужчина, обнаружив кражу, тут же обратился в полицию, но с его слов, те даже расследование нормально не провели. Крупного рогатого скота и лошадей угнано, около 100 голов, если не больше. Мелкого рогатого скота, баранов тоже украли. И все бесследно. Никто еще не поймался. Никаких результатов. Приехали сотрудники полиции, осмотрели место преступления, приняли от меня заявление. Все. После этого они со мной никак не связывались. Украли животных со двора даже у бывшего Акима села Курма Абайского района. Экс-чиновник, ныне пенсионер, потерял в августе 15 голов крупного рогатого скота. И вот население ко мне приходит, говорит, если у Акима украли 15 голов, тогда нам вообще скот держать нецелесообразно. Поэтому я призываю вас, в том числе широкие массы, допустим, жители правоохранительных органов, нашли этих бандюк и наказали их по достоинству. Такая же картина и в селе Заречное. Со слов жителей, кражи здесь совершаются очень часто. При этом, со слов потерпевших, население не может заставить участковых работать, ведь полицейский пункт расположен в соседнем селе Уштубе, да и обслуживает он территорию нескольких поселков. У нас не работают здесь участковые, только по вызову. Вызываешь, они приезжают через несколько часов, если даже драки, там что-нибудь случается, если кража. Сотрудники Департамента внутренних дел участившиеся случаи угона скота не отрицают. С их слов, с начала года в области зарегистрировано более 200 фактов. В первую очередь, населению нужно самим усилить охрану сараев и загонов. Без их бдительности поймать преступников очень трудно, поясняют они. Владельцы скота в основном сами виноваты в кражах. Во многих случаях скот бесхозно пасётся на пастбищах. Сараи не закрываются на замок. Некоторые поздно обращаются в полицию. При пропаже сначала ищут сами, спустя время начинают писать нам. Это не способствует раскрытию таких преступлений. Несмотря на такие доводы полицейских, большинство пострадавших уверяют, животные пропадают не с пастбищ. Население просит вмешаться в ситуацию властей и помочь правоохранительным органам начать всё-таки разбираться. Аймамрина Исламбе Госпана Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Что посеешь, то и пожнёшь. В Карагандинской области полным ходом идёт сбор урожая. Аким области Нурмухамбета Абдебеков с рабочей поездкой прибыл в Асакаровский район, где ознакомился с ходом уборочных работ. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. Именно Асакаровский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Карагандинской области. Урожай не рекордный, но результаты хорошие. В целом по региону валовый сбор зерна планируется обозначить шестизначной цифрой в 570 тысяч тонн, в том числе пшеницы 450 тысяч тонн. Сбор картофеля составит порядка 300 тысяч, а овощей 90 тысяч тонн. В Асакаровском районе уже более 80% тоже выбрано, осталось порядка 50 тысяч гектаров. Надеемся, что погодные условия позволят в течение ближайших 5-7 дней завершить уборочную кампанию как по Асакаровскому району, так и по области в целом. В уборочной кампании задействовано свыше 2000 зерноуборочных комбайнов. Из них 58 новых, приобретенных в этом году. Все аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме. И хлебоприемные предприятия готовы к хранению зерна. Отопительный сезон в Карагандинской области начнется 1 октября. Первыми тепло получат детские сады, школы и другие социальные объекты. Сегодня на совещании в Акимате в области обсудили нюансы подключения и готовность домов. Подробности в следующем сюжете. К отопительному сезону, со слов чиновников, все социальные объекты и жилые дома уже получили акты готовности. Однако в некоторых поселках Актугайского района есть проблемы. Вызывает опасения подготовка к отопительному сезону в поселке Сарашан Актугайского района. Так как на котельных поселках имеется менее 200 тонн угля 10 дней. Завоз угля не осуществляется в связи с задолженностью перед углебодобывающим предприятием за прошедший отопительный сезон. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников быть на готове. В случае необходимости Актугайскому району нужно помочь, пояснил он. Вести ежедневный контроль за температурой внутри помещений подведомственных объектов, осуществлять контроль за рациональным использованием запасов топлива. Запуск тепла на объекты Соскульбыта завершит до 10 октября текущего года. Со слов отчитавшихся, с 1 по 12 октября жители нашего региона получат тепло. На сегодняшний день все ремонтные работы завершены. Запасы угля и мазута есть. Тем временем синоптики прогнозируют резкое похолодание. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. В Карагандинской области появится ряд вакантных трудовых мест. Это стало возможным благодаря государственной программе индустриально-инновационного развития. На заседании Координационного совета под председательством Акима области Нурмухамеда Абдебекова рассмотрели два инвестиционных проекта, рекомендуемые для включения в карту индустриализации. В том числе три предложения по карте индустриализации, один из проектов в рамках единой программы поддержки развития бизнеса, дорожная карта бизнеса 2020. Больше 10 проектов было предложено на брение Координационного совета и два проекта, претендующих на включение в карту индустриализации. Проект предложенный ТОАПК «Волынский» призван перерабатывать стоки животного происхождения и производить электричество, газ, тепловую энергию и биоудобрения. Плановая стоимость проекта – 267 миллионов тенге. Будет создано 11 постоянных рабочих мест в Букар-Журавском районе. В карту индустриализации также предлагается включить проект ТОАУХЕНТИМИР, который предусматривает восстановление и запуск рудотермической печи номер 2 по производству технического кремния. Благодаря двум запускаемым печам выпуск кремния будет составлять 25 тысяч тонн в год, что создаст 67 новых рабочих мест. Основные потребители Российской Федерации – Германия, Нидерланды, США. В данном проекте применяются передовые мировые технологии. В общем, завод оснащен современным оборудованием. И также преимущество завода – абсолютно безотходное производство. Кроме того, на заседании были прослушаны ряд презентаций. Новые проекты реализуются по программам «Дорожная карта бизнеса-2020». Это приобретение нежилых строений и произведенной базы в Жесказгане, разработка микропроцессорных электронных устройств и программного обеспечения в Караганде, закуп автотранспортных средств для деятельности такси в Симиртау и ряд других проектов по приобретению оборудования предприятиям, среди которых больше всего предложений по приобретению медицинского оборудования в стоматологические кабинеты. Данный аппарат дает очень высокое качество в трехмерном изображении всех органов в челюстно-лицевой области, что даст очень высокую диагностику, соответственно, более качественное лечение стоматологических заболеваний. По итогам заседания Акимобласти Нурмухамед Абдибеков поручил Акимам городов и районов после получения протокола провести мероприятие по заключению договоров субсидирования, а Управление предпринимательства и промышленности направить пакет документов по одобренным проектам на финансирование. Фариза Албаева, Ужас Габасов, Александр Целикидзе, Первый Карагандинский. Сегодня состоялся семинар-консультация по разъяснению порядка получения мер государственной поддержки индустриальной инновационной деятельности. Представителям бизнеса и только начинающим предпринимателям объяснили, как и с чего необходимо начинать свое дело. На семинаре также присутствовали фрилансеры, студенты и магистранты. Подробности далее. На семинаре подробно обсуждались вопросы развития инновационной деятельности в Казахстане, эффективность и виды рынков, особенности менеджмента, навыки ведения деловой коммуникации, переговоров, продаж и презентаций. Знающие в этом деле толк люди делились опытом с начинающими предпринимателями. Это семинар по разъяснению мер государственной поддержки в части предоставления инновационных грантов и инновационного молодежного конкурса по пяти категориям, где будут разъяснены все необходимые инструменты, как можно подготовить проект. Категория, кто может участвовать в конкурсах, это начиная со школьников 5-8 класса, 9-11 класса, также это молодые ученые, рационализаторы, которые могут представить какие-то свои проекты, свои решения, свои идеи. В семинаре приняла немаловажное участие Карагандинская бизнес-ассоциация ИСКЕР. Спикеры выступали с небольшой речью, где давали понять, как сейчас необходимо начинать развивать свое собственное дело и не давать ему стоять на месте. Это рекомендация действующего бизнеса. То есть мы перед тем, как прийти, сделали рассылку среди наших членов, которые, мы там сделали заметку, чтобы она была сфокусирована на молодом предпринимательстве, на оставление молодым. И, соответственно, их мнение, то есть наше мнение, наш опыт, опыт наших пяти ассоциаций в Казахстане мы сегодня решили поделиться. Во второй половине семинара прошел конкурс «Стартап бизнес-проектов». Конкурс посвящен тематике международной выставки «Экспо-2017. Энергия будущего». В нем приняли участие ученики и студенты. Они начали готовиться к защите своих проектов за три месяца. Один из организаторов конкурса «Центр по работе с молодежью». Молодой участник представил оригинальный проект о прямой доставке товара из магазина к потребителю домой. Мой проект основывается на создании компании, названной МК. Оно предоставляет услугу доставки населению. То есть, например, если вы дома и хотите пойти в магазин, то есть, если вы не хотите пойти в магазин, то можете позвонить компании, и компания приносит из магазина вам домой товар, и вы платите сумму товара и плюс комиссию за доставку. По окончанию мероприятия участникам конкурса были розданы призы и грамоты. Амина Смакова, Ожас Габасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Результаты проделанных и запланированных работ в честь 550-летия казахского ханства обсудил Общественный совет МИРАС. На встрече с общественными деятельными и руководителями управления и сегодня также было рассмотрено состояние и проблемы СМИ в регионе. В ходе заседания особое внимание уделялось вопросу реставрации и обеспечения сохранности исторических объектов. По данной информации, в нашем регионе зарегистрировано 2700 памятников, и из них 13 попали под реставрацию с соответственным планом текущего года. Также был озвучен ряд представленных мероприятий в честь юбилея казахского ханства. Главным событием этого мероприятия в нашем регионе стал презентованный сборник из 100 томов – 40 октябханаса. Повсеместно в регионах области проходят творческие вечера, концерты, айтысы и крупные фестивали. Всего в основном плане у нас находится 75 мероприятий. С начала года в городе районной области были и областные управления, были расслованы концепции, празднованные по 50-й юбилеем, рекомендованные администрации президента, тексты воздуха и официального объекта. На сегодняшний день выполнено свыше 55 крупных мероприятий названного плана среди них научные, культурно-массовые, спортивные, информационные мероприятия. Еще одна тема, затронутая на заседании, это проблема СМИ не уменьшается, а наоборот увеличиваются проблемы также в средствах массовой информации с государственным языком вещания. Каждое информационное агентство, независимо от того, частное ли оно или государственное, должно получать одинаковое финансирование, так как агитирует государственную политику, считают участники заседания. Все это по причине неправильного отношения властей к представителям информационного просвещения. Созданный при областном Акимате совет по регулированию работы СМИ, по-моему, еще не работает правильно. Чем должен заниматься этот совет? По моему мнению, в его прямые обязанности должно входить регулирование работы СМИ по всему карагандинскому региону. Должны проводиться итоги работы, учитываться проблемы и состояние всех газет и каналов, чем, к сожалению, они не занимаются. На сегодняшний день в области больше средств массовой информации с русским языком освещения, что мешает развитию государственного языка и культуры в нашем регионе. Учитывая особый год празднования юбилея казахского ханства, участники заседания в лице деятелей культуры, общественных деятелей области, руководителей областных управлений, считают, что нужно создать больше условий для работы газетам и каналам с казахским языком вещания. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Республиканская историко-культурная экспедиция под названием «Государство в Великой степи» на днях дошла и до нашей шахтерской столицы. В Караганду прибыли историки, краеведы, а также молодежь, которая пытается познать историю предков. Экспедиция не проходит бесследно. Ее участники уже нашли множество неизвестных памятников и исторических мест. На основе историко-культурных ценностей и духовного наследия нашего народа популяризировать и пропагандировать казахстанскую единичность, национальное единство и общественное согласие. Экспедиция была инициирована Ассамблеей народа Казахстана. Партнерами выступают казахское географическое общество, средства массовой информации. Абаевские чтения Саулингболса Киудингде прошли в Карагандинской областной научной библиотеке. Конкурс, посвященный 170-летию со дня рождения Абая Кунабаева, собрал около 20 участников. Все конкурсанты – учащиеся в колледже и город. О том, насколько глубоко молодежь ценит творчество великого поэта, расскажет Диана Рамазанова. Участники Абаевских чтений с гордостью называют себя частью большого мероприятия. Готовясь к конкурсу, каждый чтец усердно изучал произведения Абая. Так и конкурсант Арман Жазебеков, исследуя труды народного просветителя, проникся в них так, будто прожил всю эпоху того времени рядом с поэтом. Чтение проходило на казахском и русском языках. Я считаю, что каждый поклонник Абая должен читать его произведения с трепетом в душе. В своем эссе я рассказал о том, как относился Абай к правительству того времени, а также сравнил то, как он описывал новое поколение. И должен сказать, он точь-в-точь все правильно написал. Конкурс посвящен проблемам, затронутым Абаем Кунанбаевым в своем главном философском сочинении – «Слова назидания». Участниками конкурса стали студенты всех колледжей города. Конкурсанты выступят в роли ораторов, размышляя на актуальные темы в виде небольших эссе. За четыре минуты каждый из них должен выступить перед публикой. Конкурс ставит перед собой цель воспитания в подрастающем поколении, любви к чтению, уважения национальной культуры и развития патриотизма. Мероприятие проходит на двух языках – на государственном, на русском. Конкурс жюри прослушает все выступления участников, после чего будет определен победитель, он получит диплом «Лучшее эссе», ну и также все участники будут поощрены грамотами и подарками. Победителем конкурса стал Жандос Абжан. В качестве награды эссе, представленное студентом, опубликуют в газете «Орталак Казахстан». Всего в мероприятии приняли участие 18 человек. Данный конкурс проводится каждый год, а многие участники уже не первый раз радуют слух зрителя. Диана Рамазанова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. По данным КАЗ «Гидромет» на территории Карагандинской области, солнечная погода без осадков продлится до 2 октября. Ночью на большей территории области сохранится температура воздуха минус 2-7 градусов. Местами ожидается туман. Температура ночью будет составлять 3-8 тепла на юге до 12. Но уже днем похолодает. И температура будет 8-13, на юге до 16 тепла. То есть уже будет холодно с 4-го числа октября месяца. Так вот, 6 октября, в принципе, уже без осадков. Местами по области ожидаются туманы. И температура уже как бы будет, ожидаются заморозки. Ночи уже будут холодные. В клинике «Гиппократ» прошел день открытых дверей. Сегодня карагандинцы получили бесплатную консультацию у кардиологов. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца. И это был не последний день оказания бесплатных услуг. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня все желающие смогли пройти бесплатную кардиологическую консультацию. Два специалиста выслушивали жалобы пациентов, давали рекомендации. Также проводили кардиограммы и назначали лечение. Отдохнуть сегодня врачам не удалось. Поток людей не прекращался. Кардиолог Наталья Портнова говорит, что на сегодняшний день почти у каждого человека имеются проблемы с сердцем. Бывает, что в день они обслуживают около 20 человек. Проблемы с сердцем очень актуальны у нас сейчас. И нужно следить за состоянием здоровья. Нужно обращать внимание на уровень своего артериального давления, на уровень содержания сахара в крови, холестерина в крови. Дню открытых дверей особенно рады пенсионеры. Сегодня совершенно бесплатно они смогли еще раз проверить состояние своего сердца. Это очень хорошо, это полезно, потому что каждый человек может проверить свое состояние здоровья и не доводить себя до крайнего состояния. Это не последние бесплатные консультации. Теперь в клинике Гиппократ можно будет проверить состояние своего здоровья каждый месяц. У нас сидят на приеме два кардиолога. Люди приходят, их бесплатно консультируют. И уже обследование назначается со скидкой. Существенная скидка 20%, то есть мы не будем ее уменьшать. И так конец 2015 года и весь 2016 год мы будем раз в месяц проводить по той или иной теме День открытых дверей. План будет висеть на нашем сайте, мы будем в рекламах оповещать. То есть население стараться, чтобы оно слышало, ну хоть как-то помочь. Потому что можно что-то не купить, можно на чем-то сэкономить, но люди все равно болеют. То есть тяжело ли или легко, болезни они все равно присутствуют. На экране вы видите график бесплатных консультаций последующих месяцев. Врачи клиники Гиппократ окажут помощь и страдающим сахарным диабетом, и аллергикам, и многим другим. Приходите и будьте здоровы. Амина Смакова, Ожас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Аман Савволамсдар. Аман Савволамсдар.